добрейшего времени суток дамы и господа с вами снова анак и данное видео станет очередным разбором сегодня у нас меню разбор на персонажа класса урон и игрок будет играть в основном персонажах вдова ханза и трейсер рейтинг данной катки это платина 2 мы начинаем играть на вдове на непале и вдовой мы не особо отталкиваемся от пика нашей команды нам практически все равно что у нас есть в команде мы в основном смотр на пик противника вдоватый герой довольно сильный является очень актуальным в реалиях overwatch 2 во всяком случае сейчас в наши дни но тем не менее в игре присутствует целый ряд персонажей которые нас хорошо закрывают в основном это давящие контактники которые особенно накидываются на столпой поэтому выходя вдовой на мидал мы должны в первую очередь обратить внимание пик противника наш игрок решает пойти по мейну причем уходит направо но скажу так вдовой на этом стадже непало разумеется не хочется идти в самое мясо налево лево поэтому да у нас варианта выхода 2 либо самое право либо просто по мэйну в целом даже да наверное сам приоритетный выход это все таки вот в этот правый угол действительно выход хороший мне нравится у нас открывается полный обзор по противнику данный выпад является полностью безопасным мы чувствуем себя здесь полностью комфортно и можем спокойно работать по противникам да цели перед нами мы вдова мы здесь много чего не выбираем оппоненты хорошо жмут нашу команду отличный пик по саппорту противника и продолжаем дамажить любые цели но полный тотальный тир не знаю почему мы здесь не выстрелили по хэмманду хорошая цель так-то хомяк стоит еще и без формы был можно было их этому попытаться попасть нас не видит мы уже дали велью отыграв себя то есть все не так плохо продолжаем работать любом случае с высшим моеру она подошла к нам в упор и здесь разумеется ешку очень важно было дать прям на выход из данного прохода потому что море может попытаться да она услышала что мы здесь реагировала может попытаться выйти на нас чтобы поймала яд отравить ее продолжить не дуалится под ядом мы обязаны ну то есть мы не можем мэру в упор пристрелять если она будет без яда в дуэли на вдове когда тебя давит один какой-то персонаж очень очень колоссально важно насадить его на ешку это дает хорошее сильное преимущество дает полный вижен по противнику и самое важное она дает очень много дэмэджа на самом-то деле по цели которая не получает хил а мы вдова мы играем на дальних дистанциях и часто вытаскиваем оппонента на себя стягиваем его в другую конец карты где помощи у него нету да хорошо что делаем на самом деле прячемся особо уже не вылазим это правильно мы валю которые могли дали оппоненты стянулись сюда как и наша команда для нас это не очень приятно но делать нечего да то есть единственно что можно сделать надо и пойти право агрессивно выйти на хг но выпад будет очень опасным скорее за него заплатим поэтому постоять спасибо мне даже больше нравится если честно нормально стоит вот она пошла работа есть угол есть противники перед нами сквиши я бы выходил пикова не знаю почему ты не решаешься сам сделать все-таки шаг немножко вперед да подпикать противника дать выстрел ждать пока оппоненты запушат так они могут никогда не запушить но мы остаемся слишком долго после получения первого куна разумеется нужно было сразу пытаться шифтом отойти назад наш игрок в принципе вышел из зума но не успел ничего больше сделать но мы дали не очень много вэлью будем честны у оппонента как мы видим на даю очень хороший быстрый мобильный пик который будет нас закрывать хомяк это один из самых сильных танков против вдовы генжи трейсер все очень быстро и все очень мобильная мой ракирика тоже в приют летают свищную вдову здесь вообще не ошибка свищно ханза опциональный имеет место быть ханза персонаж универсальный он тоже на самом деле хорошо закрывается дайвом но наши рок видимо играет снайперами в таком случае против дайва разумеется ханза на порядок лучше чем вдова все-таки работаем по генже пытаемся добить хомяк тоже наша цель безусловно здесь можно было не пытаться его хэшотик на самом-то деле даже тычки бы хватило он совсем был один но после битвы хэммонда хочется драться агрессивно играть я бы здесь пытался найти какую-то цель да по звуку вот пожалуйста там фрису вышли ну ешка поспешно на самом деле трейс очевидно было что блин конец а можно было немножко затерпеть но есть мойра хорошо ешка получает продолжение отличные пики даем и мы и команда хорошая была стрела все дальше просто надо бою бежим вперед зажимаем убиваем на ханза геймплей довольно простой на самом-то деле нужно стараться находиться между своими тиммейтами находиться в толпе и не оставаться в одиночку в основном мы не хотим либо если хотим то на дальней дистанции вот такая вот дуэль нам с генжи она не очень нравится да потому что генжи может шальными сюрикенами в упор нас приложить нам бы с ним быть на медиснессе самый идеал но он тут один наша команда жила поэтому не критично в данном месте прямо сейчас на ханза имеет смысл даже подпушить мэйн просто подойти вперед дать одну какую-то стрелу за поворот просветку просветить да то есть попытаться какой-то вели получить вот мой вот это вот одна пикает да у нас есть жесткое преимущество мы только что добили генжи оппоненты дерутся это большая ошибка и dps это персонаж который должен хотеть в эти моменты агрессивно играть фармиться убивать и ханза во вторых еще имеет ваншот ваншот это очень-очень крутая механика на вот таких вот расстоянутых ресетах для оппонента где они не убегают то есть представь на секундочку если бы ты сейчас убил мэру это было бы офигенно к слову против мэра ешка здесь вообще не эффективная белка да ты не хочешь копиться мэру и трейдить ей тоже ульту докапливать ей ульту и себе у себя ульта слабая при этом ты хочешь ее ваншотнуть в респу хэдшотом чтобы продлить оппоненту ресет здесь нужно было на самом деле пытаться давать натянутые лкм и без ешки я понимаю что трудно шанс небольшой но лучше чем простой вот такой вот спам ешки в тонкую цель которая не умирает и имеет эскейп позиция просто великолепная мы отошли чуть в бокс точки убрали фокус себя заняли хг достают не все оппоненты нас и мы работаем на дальний мид на дальний слэш средней дистанции это максимальный комфорт плюс ко всему саппорт идет недалеко от нас если что упадем назад похилимся все просто тир стрельба от генжи отжимаемся мне я бы не остался на месте я бы точно отходил еще до дэша этого генжи чтобы ему было так нелегко достать до нас падал бы вниз отдавал бы хг нет проблем отдать хг мы не обязаны прям ужасно хг мы ханза здесь ты сам себя убил просто стоишь в натянутой стреле замедляешься становишься легкой целью и не стреляешь даже то есть ну выйди туда из-за того вот натяжки стрелы до ночи мансить лево-право начни бегать на максимальной скорости прыгать да то есть ну используя белки проспали себя могли здесь мне кажется могли пожить хотя бы точно могли да то есть простягивать во первых долго остались перед генжи во вторых почему-то не убегали со всех ног мы с генжи не хотим драться в упор стоит понимать наш брат сильнее на ближней дистанции на всех остальных мы сильнее на ближней тоже конечно ханза убивает генжи иногда но там посложнее будет там уже все от генжи сильно зависит выходим на мэйн видим бик вот видим моего слева да ну здесь хочется спокойненько проходить немножко в точку до обыграть какую-то текстуру не ставится на три мапы и плюс накидывать стрелы налево слева оппонент нас не видят было бы очень классно в них понакидывать стрелы не прям почему-то вас не помогаешь да то есть точку встать хорошо почему мы не стреляем налево все равно же оппоненты придут все равно контест будет в ниндзю мы здесь не сыграем подошли неплохо уползли срочная вдавка икса требуется отлично арбу нам дали все ждем хилл работаем с хг последние секунды ну дива наша тачит мы не спешим да но генжи нас скинул вниз все правильно делаем хороший дракон попытаться с генжи пообщаться после этого ты хочется развернуться и драться с генжи выбора нету генжи уже нас сел но мы под арбой здесь ситуация когда мы можем долить генжи легко даже в упоре мы с арбой ну хорошо кстати доедаем тресу скидка тоже самое да то есть мы хорошо деремся когда на сарба пытаться хорошо смыру это все nice мы дали и тычку мы все сделали что должны были отлично наша работа основная выполнена мы обязаны были . нуть моего мы это сделали все оппонент скидывает хорошие ульты они дали две очень позднее ульты дерутся в меньшинстве подавляющем то есть наша работа была попытаться перевесить моего мы попытались здесь как я бежал бы в точку потому что это очень горячий файт противники слышу по звукам да просто той командой дерутся то есть нужно как можно быстрее успеть в точку сразу просвет да прям в поинт отлично видим генжи работаем хороший фланг слева по итогу получается раз уж пошли на хг то все правильно делаем выходим на хг шишку с хг работаем развлекаем спамим здесь нормальная ешка ну от хомяка просто отойти я бы здесь не уходил в поинт просто в поинте будет жарко ты должен понимать ты на ханза не хочешь танковать противника ты хочешь быть где-то около у тебя живая дива она поконтестит вот и ты бабка здесь позиции очень сильно ошибаетесь честно вы должны быть ну где-то вот здесь вот облизывать от угол хомяк прокатился да он скинул да понимаю не хочется чтобы он упал на тебя контуром и так далее но если ты стоишь под саппортом это не так летально бабушка даст банку там как-то помансите поживете при этом заходя в точку вы загоняете себя в ловушку и вон здесь полное мясо тусишь кицу на противники прям здесь прям в тебе но везет банально что они ковыряют диву они тебя по какой-то причине да то есть где-то может быть щадят оппоненты из-за несильной опытности по идее ты здесь моментально умираешь просто лопаешься здравствуйте кирика против кучи оппонентов должно быть для нас летально быть чуть сбоку оттянуть кого-то из оппонентов вывести с точки в идеале вместе с саппортом каким-то было бы самым грамотным решением на самом деле недалеко где-то около ну что ж воденьки погибли до подняться на хг отличный план хорошо сразу же заставляем противника думать но стоим очень агрессивно генжи вадим дэш легко в нас залезет здесь я бы немножко все-таки сдал назад чуть-чуть вот-вот у тебя правильно желание отойти на мост но в идеале отойти на мост нужно было без страты пробела бонусного до шифта нашел если бы отошел без шифта то сейчас был вообще защищен и от генжи бы легко ушел а так он может нас есть вот садится отлично пошла прожимка нашей команды в этот раз оппоненты в мире слишком много экономики до этого просто работаем по любым целям здесь находиться в помните можно играть на контакте можно потому как имеет место огромное преимущество по силе команды из-за ультимейтов прожатых ну хорошая точистка в конце уже оппонент шансов не имел раунд наш мы пересаживаемся на трейсер и нам выпадает закрытый стейдж непала ну на трейсер персонаж тоже довольно универсальный обращаем внимание на пик наши команды в рамках если у нас давящий танк первое и давящие тиммейты да у нас есть диво да у нас есть генжи но здесь на этом стейже на трейсер не приходится сильно выбирать куда идти здесь трейсер чаще всего играет слева потому как основная масса игроков вообще команд идет направо и справа происходит тоннельная перестрелка тоннель очень узкий на непале да вот это вот дальнобойные перестрелки имеет место быть на этих мостиках единственное место где мы можем обойти поработать адекватно на комфортных дистанциях это слева да карта довольно закрытая будет не так уж может быть легко местами но фланговать здесь можно да мы проходим абсолютно правильно это дефолтный фланг тресы и выходим в саппорта видим что да да ну супер сладкая тут видимо проходит и инфа и дискордик висел на кэссаде да то есть и все от него ушли он пушит один отличное решение забрать кэссаде после этого мерсиа цель номер один прям вот вообще несмотря ни кто бы кого не бил здесь только мерси нет ни в коем случае не генжи это ошибочная очередь сто процентов это очередь в никуда тоже слишком трудно будет убить цель под мерсио и должен бить мерсио изначально сто процентов приходится реколиться мерсиа вот ты только что мерсиа этой очереди накопил там пять процентов 10 процентов ульты из-за того что цель не добиваешь да бьешь не версию в принципе понимаешь нужно бить версию по итогу ну окей оппонент все рассыпется но здесь фокус был если честно отвратительный в этом бою после кэссаде что что если можно играть агрессивно когда ешь к готова поэтому пару секунд по щелиться аккуратно поиграть и спокойно можно выходить да то есть куда-то блинкаться хорошая диаба эти справа выйти я бы мерсио пытался захантить немножко подамажить размять может быть получится и убить не спешил баблинком спешить некуда то есть либо ну в три блинка вот так вот рис пытаться прерывать но мне кажется если его невозможно прерывать мерсиа в сэйве в тиммейтах поэтому я спокойно побежал спалили себя довольно рано но дамажить дпсов смысла просто ноль ты их на себя агришь и при этом их убить не можешь по итогу довольно поздний рекон стали было рисковано думаю ты здесь понимаешь но не наказали поэтому сок бить нужно мерсичку девочку снова лишняя немножко очередь залетела в генже подкопила мерсиа пару процентов лишних ульты все-таки мерсиа погибает хорошо генжа очень важно здесь добить на самом деле нужно постараться ешка у нас откатывается поэтому попробую разыграть агрессивно ну сам себя дефлектишь уходим туда да хорошо попытались не получилось в идеале конечно прожать был дефлект дать одну обойму пытаться его убить снова прям право фланг минка готова в этом бою очень хотим зациклить минку минка трясы ульта ультра дешевая ее хотим лепить максимальное количество раз за карту не боимся мазать стараемся прицеплять ее на сквишей на любых сквишей которые не могут задолжить ее и уйти куда там shift еще куда-то поэтому моя цель плохая налепить на мерсиу самый идеал на генже задача посложнее на вторая цель на кэссаде третья цель у него перекат нынче хорошо бафом спасает всяких таких вот стик ну если коротко то все освоится к поиску мерси да здесь ты не с не успел стрелять но момент такой здесь сложно было что-то поделать ген же хорошо подкрался к нам да то есть прям вот доли секунды решила возможно тебе здесь не хватило реакции за такое ругать не могу это уже твоя строго то есть механика то же самое что стрельба до реагирование на звуки на какие-то рывки моментальные выход в point новый файт все хорошо ищем стику продолжаем очень глубоко идешь обходить если до этого ты еще обходил в нормальные тайминги то здесь я извиняюсь оппоненты вот только что ты в точке ген же убил мерсиа арестует в комнате почему бы просто не зайти сбоку в комнату ну то есть отбегать имеет смысл как ты ходишь ген же взрывать в респе или я не знаю ну то есть мы просто бегаем мы просто бегаем и приходим уже так таков их это файт уже выигран командой в этом бою мы немножко прослакали здесь ты должен был войти файт раньше но все равно успеваем на доедание противников нормально и все еще нужно пушить до уйти реколом хорошо уходим еще не можем поделать этим ген же сзади если честно очень плохо отпрыгиваешь отпрыгивать такими блинками когда ген же с ножом летает в толпе твоих тиммейтов нужно туда где нету толпы тиммейтов и ген же с ножом просто вправо почему не ушел ушел бы направо все было бы хорошо а так рисковали умереть от кого-то шального просто блейда там ну стика очень унылая то есть во первых цель так себе во вторых он очень был далеко здесь и проще всего лепится упор на цель поэтому старайся блинкаться ближе есть еще интересная фишка внутри все которые тоже заглянками использовать на да некоторые какие начинают части вать ульту 100 и доблингода то есть нажимаешь у ульту пока кастуется анима debuted упор компоненту стика лепится автоматом на оппонента моментально после блинка фишка иногда полезно бывает можно проводятiso que можно сяг но это скорее по вкусу я обсказал здесь очень важен фокус в том бою после прожимки мое уже довольно трудный fight становится но здесь нужно бить моеру Как бы это странно не звучало, единственное, то есть Винкондишн, это именно вот быстро убить Мойру Я бы здесь на том месте, во-первых, вышел бы с точки Мы стоим на точке, тратим кучу ресурсов Кучу блинков И остаемся в гуще событий Фокус стал, наконец-то, правильный Спустя вот это вот время, да, то есть мы пытаемся сказать Мойру, ты правильно понимаешь, кого нужно бить И получается ее убить вместе с командой У нас, если честно, много было тиммейтов, Мойра тоже играла агрессивно Поэтому здесь ее, ну, добить была святая обязанность Но после этого Ты должен сразу бить Мерсю хотеть Почему королева? Я реально не понимаю Здесь убивать толстую квину с фулл хп не имеет никакого смысла Когда мы уже убили саппорта, остается второй саппорт Ну, ладно, команда убивает Мерсю Да, хорошо задолжили ульту Попытаться убить, разумеется, нужно Генжи Он тонкий, он маленький, он одинокий Его тоже съедаем, ну все, осталась квина Чудеса нашего Аима Пытаемся ее задамажить Это нелегко, да, у нее куча регенов Она очень толстая Приходит рипер, ну, файт, скорее всего, проигрен Просто живем, да Здесь на реакции, опять же, можно было еще рекольно Создать еще одну обоему, возможно, бы убили кину Но файт, он бы то не выиграл, там подходила Мерсю еще быстрее, чем твои тиммейты Рипера бы ты не убил Тем не менее, 100% взято У нас все хорошо, у нас 69% ульты Нам нужно докопить стику Я бы максимально быстро попытался бы войти в любую цель Просто доберетесь себе ульту Даже в кино можно, да-да-да-да, спокойно едим Не паримся Пошел Дива-бомб Да, хорошо прошли направо, мне нравится, но рекол, рекол То есть вот, в чем проблема? Ты блинкнулся направо, классно сагрнулся оппонентов Да, кого-то стянул, там бомба полетела Пошел замес Почему мы не рекольнулись? Строго твой механический косяк, да То есть здесь был хороший вход, нормальный Подамажил, отвлек, трейднул в какие-то обилки там кого-то Рекольнулся, боб идеально Вернулся бы обратно на левый фланг Все хорошо, ты в сейве, стоим, воюем По итогу мы умираем, и команда уходит на ресет Это наш косяк Этот файт проигран из-за нас То есть, да, вот мы сделали минус один в своей команде Оппоненты вжали W Ты должен понимать, что вина на тебе Ну, трясай персонаж тонкий, но не умирать нельзя Идем рано, команда мертва, запомни Здесь мы играем очень осторожно Здесь можно войти на DPS на трясе С целью докопить ульту Быстренько, осторожненько, без смертей, только главное Без смертей Очень глубоко пошел, то есть я бы не стал так обходить Потому что реколом вернешься вот так вот В чем косяк? В том, что нужно было делать аккуратный цикл С возвратом туда, откуда ты пришел Чтоб можно было выйти до лиспы По итогу мы откатились вот сюда, всего с одним блинком Ну, как бы не откиснуть, да То есть вот чисто Дива выходит на мейн И ставит священную матрицу Просто повезло Реально должен был умирать Стика готова Очень хочется обойти сбоку Тихонько, без стрельбы Просто подойти и налепить стику на любого там саппорта Ну, в данном случае на Мерсил Потому что Мера просто убежит Хорошая стика, найс Вторая цель, на которую можно налепить Попадаем на реакции жестко очень И это шикарный килл Но после рекола стоит понимать, что с трипером в упоре мы не деремся Поэтому нужно очень осторожно Я бы здесь присел на твой месте Посмотрел бы, вышел бы из-за поворота беззвучно Если репер в упоре Нормально, он разрушился спиной Отлично все делаем Ну, оппоненты жмут кнопки Выход в точку не имеет особо большого смысла Твоя команда полностью разваливается Ну, ты здесь не должен успеть рекапнуть Даже если рекапнешь, они ее ретейкнут Сильно много вели в этом нет Главное не умирать Либо умирать быстро Снова реколимся и блинкаемся вот в преисподнюю, да Ну ладно, умер быстро Поэтому небольшая ошибка Но вообще общий план не имел смысла, да То есть куда полезнее в этом файте Было просто попытаться об кого-то аккуратно покопиться 5-7%, 10% ульты добил бы И выходить в новый файт Ну, потому что чисто потенциально Мы можем на 3СЕ накопить ульту даже за один файт Это легко У нее ульта копится как бешеная Было бы сейчас 50 Уже почти докапливали бы Выходим в спину Выходим, немножко ранним таймингом Здесь в идеале чуть-чуть позже начать действовать Потому что файт всего один Проценты капают Это кодх Это в любом случае последняя битва И твоя команда подходит с мейна И тебе в идеале высовался на врага Когда твоя команда уже начала завязку И кто-то из оппонентов на них навалился Выходим чуть рано Из-за этого получаем танка на лицо Но мы не хотим вот этого танка, да Но твой танк еще не добежал Твоя команда еще не заходит, да Поэтому Тут, к сожалению, переагрили немножко на себя Но это неважно, видишь То есть данный файт проигранный с нулевой У нас нет экономики У нас был там нано На подходе был блейд Но противники жмут первыми Причем жмут сильно Жмут 3 ульты Тут ничего не поделается ГГ Данный стрейдж выигран экономически Переживать нечего Мы пытались Наша команда не успела Она будет сдать Просто по циклу это кодх Такое часто бывает на кодхах На них ошибаться нельзя За любые ошибки Противники могут Вот так вот просто Уболит наказать Ну да, отчаянно бежим в точку Пытаемся что-то сделать Забей, забей Это файт неважно Едем next И на данном стреле наш Ирок остается на трясе Ну я бы на трясе здесь ни в коем случае не шел налево Выход с левого ХГ не имеет смысла Мы не персонаж, который играет от ХГ Это значит, что мы будем сразу же падать И справа игра позволяет нам получать намного больше информации Вступать в первые ранние битвы на точке Которые происходят Мы можем там уже начинать фармить Пока слева мы будем просто где-то бегать на фланге То есть Обход слева здесь Я просто не вижу, чего он тебе может привести Вот какой у тебя план в голове Кого ты здесь хочешь выйти С кем хочешь подуэлиться Не очень понятно, честно говоря Проходим очень глубоко в спину Не получаем какой-то процент ультимейта Никого не стягиваем Не деремся Оставляем, что команду потенциально 4 в 5 Такой обход это очень-очень много времени И очень-очень много ресурсов Ты их тратишь, то есть по сути в никуда В итоге ты пытаешься выйти в кого? Ты уже видел, тебя потрогала Мойра Ты Мойру на трясение Ну по идее не убиваешь один на один Это невозможно, да? То есть Мойра здесь никак не умрет Убить ее не получится Здесь самым адекватным вариантом Было бы все-таки разыгрывать поинт Играть сбоку со слона в точку С фланга немножко с угла Пытаться брать арбуд дзена нашего Не убегать далеко от дзена Ты убежал полностью от саппорта В поддержке не будет Ты не можешь никого убить в спине один на один Пытаться помогать с бощины Кого-то подъедать Формиться Может быть кого-то вот вблинкануться доесть Ну получается так, что мы танкуем И деремся вообще один Причем заходим очень грубо После такого входа путь только один на выход Куда угодно причем, да И видишь, твой цикл построен так Что ты отходишь после рекола Во вражескую мигу Во вражескую часть карты То есть это очень плохо У тебя в голове на трейсер Ты должен строить цикл как-то так Чтобы у тебя был план на отход Да, то есть если уж отходить куда-то То вот из той точки, где ты находился Прямо в центре мапы Нужно было облинкаться на левого слона На мигу Ты должен уже пытаться уйти блинком, да То есть выйти куда-то, где нет врагов Ты строишь дорогу так Что ты обходишь по территории противника И реколишься прямо в противника Окей, произошел свич в Ханза Отличный выход на Мерсю Пытаемся убить только Мерси Все правильно Формим королеву Убиваем Мерси Рипер, это наш Идеальный тайминг Все отлично Кастомка прошла не зря Даблкил Ну все, в чистую заходим Здесь в соло выигранный файт То, что требуется Дипесу от команды Вернее, команда Дипеса Рано или поздно Дипес должен клачить Отлично Мы уже сделали свой клач Шансы на победу повышаются Заход должен быть без ультов Максимально Мерсю Очень обидные пару промахов, если честно Конечно, после клача Здесь, разумеется, Мерса должна была Давно погибать Погибает все-таки Ну и Рипера Не знаю, команда доест, не доест Мы все правильно делали Мы пушили саппортов Мы пытались убить Мерсю приоритетом Здесь Единственное, чего не хватило Это механики Попал бы ты вот эту вот стрелу в упор Которую должен был попасть Все могло быть иначе Мерса прожила слишком долго Дала слишком много спейса Продамажила тебя излишне И по итогу наш пуш с минус 2 Заканчивается ничем Это что-то называется Хочешь выиграть, убей пятерых А не двоих Двоих это мало Но выход с рипером в упор очень плохой Сюда стараемся не идти Вообще, да, отходим Я бы не пушил этого рипера Это такое Он уже ушел точно в сейв Да, то есть И видим, что за хг он будет бороться Сейчас Генжу сюда подтянется Мало ли чего еще Какие-то ульты от оппонента Мне выход на хг здесь не очень нравится Проход на левый дракон Более-менее То есть выпалится от хг Но Да, вот где мы оказываемся Почему это плохо? Почему не нравится идти сюда? Нету никакого плана на отступление Какого-то плана на игру Как будто бы просто вот нет Игрок выпадает с хг Просто падает И вот у него план Как будто я падаю И что будет, то будет А что будет? Ну а будет вот это Ты оказываешься один Перед тобой вот такая вот пара И все, и ты мертв Ну то есть везет, что соот нас трейдит По идее здесь оппоненты Могли вообще никого не терять Мы сыграли в роли танка Мы должны двигаться За нашей дивой Идти вторым номером по мейну Быть под хилом Ан И спокойненько любые цели фармить Нам ни к чему фланги на Ханзе Нам ни к чему какие-то риски Зачем просто это нужно? Зачем? Мы отлично играем любую дистанцию Мы отлично играем по фронту Мы все делаем хорошо Как угодно, где угодно Мы Ханзе Мы мистер универсальность Нам не нужны такие обходы Такие выпады То есть рискованные Окей, происходит свитч в фару Приходим на точку И здесь нужно как бешеный Просто кричать Voice Mercy come with me Mercy XXX под себя Просто орать Визжать, кричать Так Даем ешку shift Немножко неправильно разыграли Здесь вместо этого Нужно давать ракету Плюс shift под себя Ты наберешь ту же высоту Не потратишь ешку Потратишь немножко хп Ешка на таком взлете Обычно не тратится Ешка это обилка мобильности Которая тебе может пригодиться В ближайшие 5 секунд Вполне себе Так, начинаем работать Ну, более-менее ракета Неплохо, да То есть мы все напрягаем Летаем Shift довольно печальный получился Ты уперся в skybox И как бы ударился потолок Из-за этого У тебя потратился shift И у тебя ноль топлива Что ты должен был делать? Ты должен был падать вниз Отдавать немножко высоту И после этого Подниматься обратно shift Чтобы во время падения У тебя от кдшелся shift Чтобы во время падения У тебя от кдшелся Твое топливо И во время взлета Куда топливо тоже не тратится Немножко бы от кдшелся Хотя половина была Хорошо Разворачиваемся Добавляем рипер Ситуация очень трудная Очень надо по саппортам Поиграть Да, 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 да Абсолютно классный Выпад в мерсю Мерсиа погибает Ну, здесь ген же Хороший торгет Приходится выходить на мигу Мерсиа вообще Не хочет нас лечить Абсолютно Она погибает, да От меры нужно выйти Ни в коем случае Могут здесь Я бы здесь не пытался Ее бить, честно, да Чистое везение Что получается ее добить По-хорошему В таком узком домике С ней вообще Драться очень тяжело Реально Немножко вот Еще секунда бы И помирали бы Ну, разыграли как есть Дальше ждем реально мигу Выхода нет На своем случае доедает Ну, мы сделали на самом деле Неплохое в эллиотом файте Честно, вот для фары Сыгравшую одной Кроме шуток Там залетели Хорошенько продамажили Кого-то трейднули Очень даже неплохо Заспейсили в том числе Мойру на себя забрали Как бы там ни было Мойра была не в бою Когда нас съедала В этой комнате Это еще минус один оппонент На время для команды, да Ну, возвращаемся В очень тяжелый файт Помочь в точке Было бы классно Докопить бараш Да, пытаемся контестить Бить любые цели нужно Ракеты Ешечку под себя Помансить Файт тяжелый Согласен Может быть каким-то чудом Быть там шифт вверх Ракету под себя Там люсок касается Мы докопили бараш Нет, это скорее всего сказки Скорее всего на фаре Здесь уже было не заквачить Что уж, дамы и господа Вот такое поражение На Непале получается У данного игрока Что можно пожелать На трейсер Больше всего бросилось в глаза То, что у нас нет плана К сожалению на рекол То есть вот даже На ближайшие 5 секунд Мы заходим в цикл Долго бежим по зоне оппонента Как будто не осознавая Что реколиться будем В толпу врагов Это было минимум дважды И на втором и третьем стейдже По одному разу Был такой проход А это между прочим Наша жизнь Это между прочим Ну как бы Единица команды Это пуш оппонента Сразу в лицо Если мы умираем И так далее Это важно На трейсер такие вещи Нужно по-любому Продумывать хоть немножко Трейсер это персонаж С планированием своего цикла Безусловно На Ханзе же кстати У меня сложилось впечатление Как будто бы у игрока Ну все неплохо Там с пониманием Позиционочки свои Более-менее занимал позиции Где можно было лучше Я отметил Но как будто Если честно Не хватает механики Причем по стрельбе в упор Я не очень понимаю Почему так трудно Попасть в упор стрелой По идее Это очень простые выстрелы Тоже две ситуации было Помню где Ну прям вот мы В контакте с целью И казалось бы Стрела очень простая И цель умрет Но мы ее мажем Было пару промахов К сожалению На Ханзе Это решается только наигрышем Ну то есть просто Нужно катать много Пытаться привыкать К его проджектайлу Были выстрелы Которые прям Очень хотелось бы зарегать Ну прям вот они Геймченджеры То есть можно было Выиграть файт в конце Полноценный Если имперсию убили Тем выстрелом То есть стрелой Промазали несколько в нее По итогу все затянулось Проиграли И до этого тоже Был какой-то еще стейдж Там то ли в начале То ли где Не помню Где-то в начале Ну и третье наверное Это на трейсер Стоит еще поработать С фокусом Все-таки Вот пару боев было Где фокус был Ну совсем отвратный Прям вот бьем Вообще не того Кого должны Надеюсь что это было А правда на каким-то Колом в войс-чате То есть возможно В этой катке Тиммейты тебе сказали Там мужик Бьем королеву И ты начинаешь Домажить королеву Да там пытаешься на точке Хотя идет контест Там куча тонких целей И так далее Или там Кто-то сказал Убить Кирика И поэтому мы пытаемся Есть Кирика Хотя живая Мерсиа И Мерсиа очевидно Ее выхилит И Мерсиа это цель номер один По-любому Нужно ковырять ее Ну такое происходило Что ж дамы и господа С вами был Анек И вот такой вот разбор На класс ДПС на Непале Ставьте лайк этому видосу Подписывайтесь До скорого Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok